Кому-то справка об инвалидности достается обманным путем, а кто-то с трудом получает по праву полагающийся ему документ, как Татьяна Нагорная, которая проживает в этом доме. Женщина оказалась в непростой ситуации. Передвигаться самостоятельно ей сложно из-за травмы, полученной на работе 39 лет назад. Костылями пользоваться не может, не позволяет боль в ребрах, поэтому Татьяна Борисовна применяет только подручные средства. Живет она одна, помогают ей дети и соседи. Несчастный день, перевернувший ее жизнь, вспоминает со слезами на глазах. Грузовая машина меня сбила во время работы в городе Ростове-на-Дону. Никто не думал, что я выживу. И вот что они сделали со мною и своими детьми. Детство украли у них. Большое количество документов, подтверждающих все травмы. Это вывих трех позвонков, тазобедренного сустава правой ноги, прелом кубчика дужки. Татьяна Нагорная держит всегда под рукой. По документам у нее вторая группа инвалидности и установлена степень утраты профессиональной трудоспособности. Для того, чтобы оформить такую справку, необходим ряд условий. Медико-социальная экспертиза, по результатам которой выдается справка об установлении инвалидности, проводится бюро МСЭП по направлению медицинской организации, либо органа, который осуществляет пенсионное обеспечение, или органа социальной защиты населения. Также гражданин, либо его законный или уполномоченный представитель, имеет право с заявлением обратиться непосредственно в бюро. Специалисты подчеркивают, что список льгот при наличии документа достаточно большой. И кто-то, желая воспользоваться этим, получал выплаты по инвалидности от государства, не имея серьезных заболеваний, обманным путем. В городе Гуково в течение длительного времени, с 2014 и до 2017 года, граждане приобретали липовые справки об инвалидности и получали пенсии и льготы. Уголовные дела еще расследуются, их около десяти. Среди лжеинвалидов работники таможенных органов и железнодорожного транспорта, надзор за которыми осуществляет транспортная прокуратура. Ответственность за совершение такого рода преступления предусмотрена статьей 159 Прим-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество при получении выплат. И в зависимости от суммы причиненного ущерба, ответственность может наступить как по части 3, в случае, если ущерб превышает 250 тысяч рублей, либо по части 4, в случае, если ущерб превышает 1 миллион рублей. Сами справки об установлении инвалидности, которые выдавались гражданам, бывшим руководителям фериала Главного бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области, признаны незаконными пострадавшие пенсионные фонды Управления соцзащиты населения. Напомним, что до 1 октября текущего года при наличии настоящей справки об инвалидности проходить обследование не нужно. Документ продлевается автоматически на 6 месяцев. Елена Сарксян, Дмитрий Дерещук, ДОН-24, Ростовская область.